Друзья мои, всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора это внутренняя помпа фирмы Xilong модель XL 070. Данный продукт очень хорошо продается, потому что имеет сравнительно невысокую цену и действительно адекватное качество. Нарекания конечно же периодически бывают, но они не имеют массовый характер. Очень часто вопрос задают нам начинающие аквариумисты, а почему когда мы придем к человеку, у которого много рыбок, много аквариумов, мы встретим такой насос с такими мочалками в аквариуме для системы фильтрации. Это же не очень красиво, но красоту мы убираем на второй план, самое главное нам при этом иметь прозрачную воду. Принцип работы такого насоса это насос, который качает воду и вы отдельно приобретаете еще фильтрующий элемент в виде мочалки. Преимущество такой системы фильтрации в том, что большой объем фильтрующего элемента, большая площадь для всасывания грязи и реже моем, ну и все ради плюсы налицо. Единственный недостаток, что да, визуально это не всегда красиво смотрится. В данном случае головка XL 070 по своим заводским характеристикам потребляет 12 ватт и перекачивает 800 литров в час. Сегодня, во второй части видео, мы протестируем и убедимся, насколько она совпадает с реальностью, его характеристики. В самом насосе сзади идут 4 присоски, плюс-минус они нормальные, не задубеют через два месяца, потом уходят. Конус, на который одевается фильтрующий элемент, возможность выброса воды на две стороны, таким образом данный насос можно установить даже на небольшой объем аквариума. Сос будет мощный, а на выбросе струя разбивается на две части и не будет сильного круговорота воды в аквариуме. И наоборот, если вы хотите поставить этот фильтр на аквариум большой, вы можете заглушить с помощью заглушки боковое отверстие и вода будет выходить с одного штуцера, таким образом не будет сильного круговорота. Также в комплекте идет насадка на подсос воздуха, данный насос еще и может подавать вам в аквариум кислород. Провод плюс-минус стандартный, до полутора метра, вилочка обычная 220 без заземления. Техническое обслуживание данного насоса, время от времени не забывайте снять крышку ротора и промыть сам по себе ротор. Ротор это элемент, который качает воду, он со временем будет зарослой грязью и может не вращаться. Поэтому, пожалуйста, обслуживайте. Ротор наш находится на обычном нержавеющем стержне, потому для морского аквариума не рекомендуется. Дальше. По своим заводским характеристикам 800 литров в час это говорит о том, что завод советовал бы его на объем аквариума до 200 литров. Сейчас я протестирую и скажу свое заключение, на какой бы объем поставил бы я данный насос. Принцип работы любого насоса. Опускаем полностью воду с проводом, приклеиваем на заднюю стенку. Не переживайте, здесь внутри все герметично залито, нечему замыкать, нечему там бить током, поэтому не переживайте. Принцип работы снизу всасываться грязная вода, профильтровывается через фильтрующий элемент. В данном случае для видео я не ставлю мочалку, потому что я хочу получить максимально приближенную к реальности перекачку насоса, чтобы вам об этом потом и в выводе и сказать. Включаем его в резетку. Уровень шума. Какая-то а-ля легкая вибрация может быть присутствует, если приложить ухо к аквариуму, но на самом деле я смело этот насос отнесу к насосам, которые работают тихо. По мощности струя довольно-таки неплохая. Конечно же 800 литров в час здесь нет, но железно литров 600 насос свободно перекачивает. Так, по потреблению электроэнергии. У меня здесь есть прибор, который показывает потребление 8,6, 8,5. То есть наш насос потребляет не 12 ватт, как написано на упаковке, а 8,5 ватт в час. Все эти насосы предназначены для постоянной работы 24 часа в сутки. Если вы будете его включать-выключать, на фильтрующем элементы могут отмерять бактерии. Поэтому лучше фильтрацией пользоваться постоянно без выключения. Если вы хотите сэкономить и сделать, чтобы ваш насос еще и подавал воздух в аквариум, есть вот эта насадка. Я не называю такой способ подачи воздуха безопасным, потому что ничего не заменит отдельно установленный компрессор. Так как когда мочалка наша в аквариуме забивается, давление уменьшается и воздуха может вообще не остаться. Рыбы могут умереть. Поэтому рекомендую всегда отдельно. Фильтры использовать просто как фильтр, а компрессор отдельным элементом. Включаем резетку с подачей воздуха. С подачей воздуха у нас снизу так же само всасывается грязная вода, сверху в трубочку воздух, отсюда уходит чистая вода и пузырьки воздуха. Как видите, воздуха очень много, но это не есть безопасно. Потому насыщать может ли насос? Да, может. Но я рекомендую все равно отдельно иметь компрессор. В таком варианте шумность, естественно, есть, так как насос тянет воздух и он журче. Подведем итог по нашей модели XL070. Хороший, недорогой насос, головка для аквариума. По факту потребляет 8,5 ватт, перекачивает ориентировочно 600 литров в час. Я бы рекомендовал его на объем до где-то 50-150 литров. Удобство на лицо, в том, что вы на этот насос отделили любой фильтрующий элемент и редко будете аквариум обслуживать. Вода будет прозрачная. Если говорить уже о недостатках, недостаток, наверное, на мой взгляд, один, не очень эстетически красиво для аквариума, для начинающих, которые хотят, чтобы фильтр их был компактный, маленький и так далее. Но мы говорим больше за удобство и за прозрачность воды, то это для тех, кто гонится не за красотой, а за качеством очистки фильтра. Ссылочку на данный продукт оставлю внизу в описании. Переходите на наш сайт zoocool.ua. Там много всего интересного для аквариума. Спасибо за внимание. До скорых встреч.